Сложившийся стереотип мышления сегодняшнего поколения, что там, знаешь, семья это уже почти ничего, подумаешь найду другого, найду другую, вот как бы гражданский брак, я не знаю насколько в Беларуси, по крайней мере в России, это вообще захлестнуло, это стала такая мода. И мне бы так хотелось спросить Ирина, что мотивировало тобой, будучи, ну скажем, такой, ну православным человеком, понятно, но не в какой-то мере не до конца может быть возрожденным человеком, что тебя мотивировало именно сохранять семью, вот я бы, да, она с тобой делилась. Да, она делилась, но неоднократно, и она всю славу отдавала Господу в этой ситуации, потому что она потом мне сказала, что она сейчас уже с позиции уже какого-то своего опыта духовного, она понимала, что это Бог влиял изначально, он сделал так, что, она говорит, как будто бы у меня были выключены эмоции, и когда ты приходил один, два, три дня, тебя не было дома, и когда я понимала, чем ты занимался во всё это время, но у меня не было внутри гнева, и не было никаких сильных эмоций. Я встретил одну женщину, она была старше меня, она была из церкви «Новая жизнь», и она просто мне немножко рассказала о Боге при встрече, и вы знаете, я был настолько неверующий человек, что мне такие разговоры вызывали только раздражение. Когда она предложила мне помолиться, молитвы покаяния, первая моя реакция, я просто хотел рассмеяться ей в лицо, но что-то меня остановило, и это что-то, первое, что меня остановило, это её глаза. Вдруг я увидел в этих глазах неподдельную и искреннюю любовь ко мне, не плотскую любовь, но любовь, исполненную состраданием. И я удержал себя от смеха, и я подумал, я не могу этим смехом обидеть эту прекрасную женщину, я не знаю, что мне дальше делать, но я сделаю то, что она просит, просто чтобы её не обидеть. Это была простая молитва, я закрыл глаза и начал говорить, Господь, пожалуйста, прости меня, повторял за этой женщиной, прости за каждый мой грех, который я сделал осознанно или неосознанно, прости за каждый день, который прожил без тебя, пожалуйста, помоги мне начать новую жизнь. Я просто повторял, я абсолютно не верил в то, что я говорил, и просто повторял те слова с закрытыми глазами, как она попросила меня, чтобы не обидеть этого прекрасного человека, который ко мне хорошо относится. Вот у меня осталось какое-то такое чувство, слава Богу, все-таки вот такая корректность, я не хотел просто ее обидеть. И поэтому я это делал без всякой веры. Я сказал, что я не верю. Он говорит, хорошо, ты не веришь, но я верю, молись давай. Я в первый раз в жизни увидел видение. Я через закрытые веки, вверхи глаза, я вдруг увидел всю свою жизнь, как некий отрезок. И я мог видеть со стороны и первый день своей жизни, и тот день, где я находился тогда. Будущего я не видел. И когда я увидел свою жизнь вот так со стороны, вдруг я вижу, как каждый грех, который я совершил в своей жизни, он выпукло и зримо появляется перед моими глазами. И я одновременно, не кадр за кадром, но одновременно увидел сразу все свои грехи, которые я совершал в этой жизни. Это было мне показано, и это было настолько тяжело.